Велодорожка двухполосная делается при трафике 70 велосипедов в час. Никто ничего не замерял. Просто нас поставили в известность. Точнее, даже никто в известность не поставил, ни проекта нам не предоставили. Начали делать, вырубать деревья сначала. Казалось бы, чем может помешать тротуар, сделанный специально для жителей? Кто может быть против велосипедной дорожки, которая при оживленном движении на Павловском тракте – настоящее спасение для любителя железного коня? Мне кажется, нужна дорога. Особенно тем, кому еще нет 14, кто на дороге не может ездить. Потому что по тротуарам неудобно. Там людей много, кочки. А тут, прикиньте, по всему Павловскому будет дорога идти. Но выступившие против перемен все-таки нашлись. Жителей дома номер 108 на Павловском тракте смущает, что дорога проходит буквально под окнами их дома. Пугает и другой факт. Покуда эта дорожка не была благоустроена, ни одному водителю не приходило в голову объезжать здесь пробку на Павловском тракте. Только с появлением здесь тротуаров жители дома опасаются, не превратится ли этот путь для пешеходов в скоростную автостраду. Мы боимся, что с Малахова машины пойдут прямиком туда, потому что вот эту дорогу они пробивают до Георгиева. А если быть точнее, то велодорожка начинается даже не с Малахова, а с улицы сельскохозяйственной. Правда, пока так и непонятно, как ее обустроят на Малаховском кольце. Да и в целом есть вопросы. Если дорожка есть, значит она должна куда-то везти, а не начинаться среди улиц и также внезапно обрываться. Для Барнаула же многие такие пути стали нормой. Пока видим только вот такие отдельные фрагменты. Зачастую не совсем понятна логика, откуда они начинаются, где заканчиваются, какие части города они связывают. Пока это отдельные такие кусочки. Что касается работ на Павловском тракте, то тут жители скорее идут на принцип то воюют за каждый метр, то настаивают на рубке дерева, которое растет у обочины строящегося тротуара. А то и вовсе затеяли с подрядчиком скандал. Чиновники же заявляют, что жалобы не обоснованы и все идет по плану. Автомобильной дороги здесь не будет. Здесь будет тротуар совмещенный с велодорожкой, обозначенный соответствующими знаками, что это велодорожка. Если будут случаи, что будут машины пытаться заезжать на этот тротуар, то, я думаю, организуем работу и поставим ограждающие конуса на въезде на тротуар. А в целом территорию облагораживают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Пока жители интересуют, насколько безопасно и качественно все это получится, исполнители проекта теряются в догадках, что еще может не понравиться жителям. Анна Рашегирова, Александр Андропов, День с толком.